Привет! Вы на канале «АвтоСтронг», а вокруг меня мотоциклы компании «МотоСтронг». Теперь мы тоже занимаемся продажей мотоциклов, привезенных прямо из Европы без посредников. Эти мотоциклы обслужены, аккуратны и бодры, продаются по честной цене. Весь склад мотоциклов и контакты компании «МотоСтронг» вы найдёте по ссылочке в описании к этому видео. Прямо сейчас мы разберём надёжную, редкую, но в то же время распространённую коробку от Aisin 0372LE. Встречаем! Хорошо известная ныне компания Aisin Warner является производителем автоматических коробок переключения передач и чуть ли не единственным поставщиком автоматов для японских автопроизводителей. Сегодня мы будем разбирать автоматическую коробку переключения передач 0372LE, которая появилась в 1979 году и была известна как Toyota A40. Это автоматическая коробка для продольной установки двигателя. Поначалу она не имела электронного управления, но в середине 80-х в её конструкции появилось пару соленоидов для управления муфтой блокировки гидротрансформатора и для переключения передач. Версии этой коробки, предназначенные не для автомобилей Toyota, обозначались AW0372LE. LE в индексе говорит о наличии функций муфты блокировки гидротрансформатора, а также о электронном управлении трансмиссией. Аналог поздней модификации этой коробки для Toyota обозначается A44DE для Mitsubishi V4AW4, а в каталогах General Motors эта трансмиссия обозначается M41. Для разных автомобилей трансмиссия AW0372LE отличается только колоколом и задней крышкой. Гидравлическая и механическая часть здесь одинаковые. То есть, чтобы адаптировать коробку под ваш автомобиль, достаточно переустановить колокол, либо же заднюю крышку с раздаткой, либо же с выходом под кардан. И с такой же легкостью электроуправляемая трансмиссия AW0372LE превращается в безмозглую AW0372LE без ЭБУ и электроники. Трансмиссия AW0372LE выпускалась с 1995 по 2010 год и устанавливалась на огромное количество автомобилей, в большинстве случаев в паре с рядными бензиновыми «четверками». Именно эта версия трансмиссии предназначена для установки на полноприводные модели, такие как Toyota Hilux, Hi-Ace, также на Suzuki XL7, X90 и также эта трансмиссия досталась небольшому внедорожнику Mitsubishi Pajero Pinin. Этот автомат надежный и простой. Простой настолько, что владельцы перебирают его своими руками. Он создан на базе двух планетарных редукторов «Равиньо» и обычного планетарного редуктора. В ней 6 пакетов фрикционов, 3 сцепления и 3 тормоза. Также есть 3 обгонных муфты. В 2 датчика скорости. Блок управления находится под капотом автомобиля. Муфта гидротрансформатора блокируется на третьей и четвертой передачах. Передаточное число третьей передачи – один четвертая, повышающая. Это классический вариант овердрайва. Эта трансмиссия заправляется простой и недорогой трансмиссионной жидкостью типа Dextran 2 и Dextran 3. Менять ее надо каждые 120 тысяч километров. Но если у коробки большой пробег, то это расстояние лучше сократить вдвое. Также фильтр здесь менять не надо, потому что он металлический и прекрасно чистится подходящим средством. К надежности этого автомата нет вообще никаких вопросов. До капремонта он проходит 400 тысяч километров. На ремонт он приезжает из-за необходимости реставрации гидротрансформатора. В нем до оснований изнашивается накладка муфты блокировки. Когда она изнашивается, появляются вибрации на третьих и четвертых передачах, которые пагубно влияют на маслонасос и на втулку маслонасоса. А это делает ремонт более дорогим и долгим. Капитальный ремонт этой трансмиссии подразумевает замену деталей, которые пришли в негодность и износились от старости. Надо поменять все изношенные фрикционы. Скорее всего, все три муфты сцепления будут потрепанные. В то же время тормозные муфты могут выглядеть хорошо и их можно не менять, чтобы сэкономить. Но такой недорогой ремонт возможен только тогда, когда коробка не эксплуатировалась на горелом и загрязненном масле. Также нужно менять все резиновые уплотнительные кольца и все тефлоновые уплотнительные кольца. Нередко при капремонте обнаруживается износ многочисленных втулок. Если резиновые и тефлоновые детали подверглись воздействию горячего масла, то происходит в трансмиссии утечка давления. Утечка давления приводит к сгоранию фрикционов, то есть коробка выходит из строя преждевременно. Ну а сегодня в разборе этого агрегата нам, естественно, поможет ваш любимый Серега. Встречаем! Привет! Мы начинаем нашу разборочку. Редактор субтитров А.Семкин поддон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Вот тот самый металлический фильтр, который прекрасно чистится любым очистителем. Коробку мы разбираем из-за того, что был погнут поддон. Соответственно, он погнул и фильтр. В этой трансмиссии простейший гидроблок. Здесь всего три соленоида. Вот этот соленоид управляет муфтой блокировки гидротрансформаторов. Вот эти гидроблоки отвечают за переключение передач. А вот этот тросик – кикдауна. С этим гидроблоком практически ничего не случается, если коробка не эксплуатируется на грязнющем и горячем масле. Блок можно при капремонте разобрать, почистить обезжиркой, заменить бумажные прокладки и в добрый путь на 400 тысяч километров. Вот, собственно, гидравлическая и механическая часть трансмиссии. Как мы говорили в начале, заменой колокола и задней крышки, эта трансмиссия трансформируется в ту или иную модификацию. Автомобиль, с которого снята эта коробка 2002 года выпуска. Но, несмотря на это, статор и все детали маслонасоса в идеальном состоянии. Также в идеальном состоянии и втулка. Передний планетарный редуктор служит для формирования передаточного числа четвертой передачи. Он работает в связке со сцеплением C0, тормозом B0 и обгонной муфтой. Все это называется овердрайв. Сцепление C0 сомкнуто на всех передачах, кроме четвертой передачи. На четвертой передаче это сцепление отключается. Вслед за этим срабатывает тормоз B0, а обгонная муфта снимается со стопора. Состояние всех фрикционных дисков этого узла овердрайв как из магазина. Из магазина «АвтоСтронг». Взглянем на комплект тефлоновых колец. Этот комплект в абсолютно новом состоянии. В барабане «Форвард» два пакета сцеплений. Одно сцепление C1 постоянно задействовано на всех передачах переднего хода, а сцепление C2 задействовано на третьей и четвертой передаче и на заднем ходу. Состояние всех сцеплений отличное. Обратите внимание, что в сцеплении C1 всего один фрикционный диск. В барабане «Форвард» находится сцепление C1 «Форвард», задействовано на всех передачах переднего хода. Состояние отличное. В барабане «Директ» находится сцепление C2. Используется на третьей и четвертой передаче, а также на заднем ходу. А здесь уже виден износ. Сцепление подгорало. В центральной опоре находятся два тормоза B1 Second Coast, которые используются на второй передаче, и B2 Second Brake, которые используются на второй, третьей и четвертой передачах. Состояние обоих тормозов отличное. В центральной опоре есть две втулки, на состояние которых надо обращать внимание при капремонте. Здесь мы видим поверхностный износ, но это абсолютно нормально для 20-летней трансмиссии. И вот еще один комплект тефлоновых колец. По виду состояние нормальное. В конце мы получаем сдвоенный планетарный редуктор и общая солнечная шестерня, а также тормоз B3 First and Reverse, как понятно из названия, используется на задней передаче и первой передаче в режиме L. Состояние этого комплекта – огонек. Разборка супер-меганадежного японского автомата закончена. Серега, резюмируй. Трансмиссия довольно интересная. Разбирается легко, собирается также легко. У меня в ремонте была всего лишь один раз. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».